Если посмотреть на споры про гражданскую войну, складывается впечатление, что она до конца не закончена. Тут у нас и некоторые русские националисты, которые готовы защищать любых противников красных до такой степени, что это доходит до оправдания коллаборационистов. И некоторые коммунисты, которые не понимают логику гражданской войны, ее причины и следствия, представляя большевиков как национал-освободителей. Никто не может отрицать неизбежное — большевики в этой гражданской войне победили. А почему так вышло? Ведь позиция большевиков, на первый взгляд, казалась весьма шаткой. Владимир Дмитриевич Набоков в своих мемуарах «Временное правительство» и «Большевистский переворот», описывая текущее положение большевиков, напишет «тепельшние хозяева положения, час которых, впрочем, уже пробил». И, пожалуй, это было очень популярным мнением среди многих белых. Действительно, большевики в кольце врагов. Без союзников, с весьма ограниченными вооруженными силами. Без существенной поддержки из-за рубежа. Сам Ленин в январе 1918 года хвастался, что советская власть продержалась на 5 дней дольше, чем парижская коммуна. Что, видимо, в глазах вождя мирового пролетариата являлось достижением. Кажется, что эта новая власть вот-вот рухнет. Но этого не произошло. Как же так? Давайте разбираться. Что бы мы ни говорили, февральская революция по своей сути являлась верхушечным переворотом и имела вполне конкретных выгодополучателей. Дав населению политическую свободу, но не предоставив социальной или экономической программы, временное правительство отвергло возможной симпатии в отношении себя. А после ведь именно деятели февральской революции будут пытаться составить политическое ядро Белого движения. Эти люди не могли сформулировать внятную политическую программу до самого конца гражданской войны. При этом Белое движение было настолько разнородно, что сложно сказать, кого они больше не любили – большевиков или друг друга. Так, единственную белую политическую силу эсеров и меньшевиков, которая реально представляла значительную часть населения, ненавидела почти все военное руководство Белого движения. В итоге Александр Васильевич Колчак просто взял и выслал из страны всю эсера меньшевистскую братью. Сразу после густерства на переворотах. Хотя, казалось бы, их легитимность, как депутатов учредительного собрания, гораздо выше легитимности Колчака. Но в условиях гражданской войны легитимность дают штыки, а не представительские полномочия. Успехи Белых на первых порах гражданской войны были обусловлены антипатией к большевикам среди определенных социальных групп – казачество и офицерство, например. Иностранная поддержка антибольшевистских сил, мятежон чехословаков, а также удачными действиями генерала Капеля в Казани, в результате которых в руки Белых попала значительная часть золотого запаса России. Но большевики с первых дней своей власти развивают бурную деятельность. СССР нахваливали свой проект земельной реформы, сидя во временном правительстве. А большевики просто взяли и реализовали его. И сдав декрет о земле. В ответ на претензии СССР о присвоении интеллектуальной собственности возникал логичный вопрос – а вы сами-то почему свою реформу не провели? У вас глава партии вообще-то министр земледелия был? Заключение мира с Германией толкнуло симпатии демобилизованных солдат в сторону большевиков. Хотя и оттолкнуло очень многих из офицерской среды. Ведение 8-часового рабочего дня и рабочего массового управления оправдали надежды рабочей массы в крупных городах. Нужно понимать, что все эти популярные меры большевики принимают как только приходят к власти. Непопулярные меры начинаются после относительного укрепления советской власти. И, опять же, даже непопулярные меры большевики проводить умели. В гражданской войне, например, всем приходилось грабить крестьян. Ведь армии и подчиненные себе города нужно было как-то кормить. Как это делали белые? Восстанавливали помещичьи и землевладения, обещая, что все это временно, сейчас большевиков победим и заживем. Как это делали большевики. Они играли на противоречиях внутри деревни, позволяя беднякам обогатиться за счет ограбления зажиточных условий крестьянства. Так, с опорой и на одну часть крестьянства было гораздо легче грабить остальных. Большевики устраивали реальную систему управления, у которой была единая цель – выиграть гражданскую войну. Многие критики военного коммунизма не понимают, что единственная цель этой экономической политики, имея ограниченное количество ресурсов, распределить их так, чтобы в Москве все еще развивался красный флаг. Это не политика созидания, это политика перераспределения. Для понимания, к январю 2018 года, когда белые уже достигли предела собственных мобилизационных мощностей, численность РККА оценивается в 380 тысяч человек, а в тылу, в различных комбедах, чрезвычайных комиссиях и прочих структурах управления служит почти миллион человек. Это огромный механизм, который позволял наиболее эффективно перекачивать ресурсы на фронты гражданской войны. Разумеется, среди образованной за год миллионной тыловой армии было огромное количество полукриминальных и криминальных элементов, что вызывало логичное недовольство крестьян. Вот только пока крестьяне на белых территориях были недовольны скорее самим фактом власти белых, крестьяне на территориях красных оказались недовольны перегибами на местах. Так, в воззвании одного из крупнейших крестьянских восстаний гражданской войны на территории большевиков, так называемое Чупанное восстание, говорилось. Мы объявляем, что советская власть остается на местах. Советы не уничтожаются, но в советах должны быть выборные лица, известные народу, честные, а не те присосавшиеся тираны, которые избивали население плетями, отбирали последние, выбрасывали иконы и т.п. Да здравствует советская власть на форме Октябрьской революции. Это свидетельствует о том, что декларируемыми большевиками политика была популярна. Не популярными были лишь методы ее проведения. А самые крупные восстания крестьян начинаются тогда, когда антипод большевикам в виде белых пропадает. Иными словами, многие крестьяне были готовы терпеть политику большевиков только ради того, чтобы на их место не пришли бравые белогвардейцы. Культурно-управленческие кадры большевиков на местах плоть от плоти народа. Подавляющее большинство управленцев были известны местным крестьянам и это также снижало градус напряжения в крестьянской среде. В то время как белое движение культурно было гораздо дальше от крестьянских масс. В деле агитации и пропаганды белые были догоняющими. Что неудивительно, для наглядной иллюстрации можно предоставить слово тем органам, которые были ответственны за пропаганду у белых. Так кадетская газета «Сибирская речь», оценивая работу большевиков писала «В смысле умение разлагать социалистический враг почти гениален, если к его сообразительности и настойчивости прибавить нашу собственную свободу от мысли, рассеянность и наш разброд управления». Позже в той же газете выйдет статья «Будем учиться у наших врагов», где среди прочего будет сказано «Большевики в деле пропаганды своих сумасбродных идей достигли высокого совершенства, и нам не мешает у них усердно учиться, подобно тому, как великий Петр учился у шведов. Каждая, даже самая незначительная воинская часть получает аккуратно и, главное, своевременно газету, написанную простым, понятным солдату языком. Между тем у нас бойцы часто целыми неделями не видят печатного слова». О несовершенствах собственной пропаганды красноречиво высказался премьер-министр колчаковского правительства Вологодский. В армии обнаружилось полное незнакомство с тем, что представляет из себя правительство в Омске, и кого его задачи и планы. О законах этого правительства весьма смутное представление. Большевики выгодно отличались от белых в отношении национальных меньшинств. В то время как белые заявляли о единой и неделимой, большевики были готовы отпустить те страны, которые были не в состоянии удержать, например, Финляндию. На тех территориях, которые большевики были способны контролировать, создавались различные национальные формы самоуправления ОССР, Тоско-Белорусская ССР и т.д., которые, конечно, во многом выполняли сугубо формальные функции, но даже подобного у белых не было. Наконец, нужно сказать о географиях. Большевики, которые опирались на широкие рабочие массы, были наиболее популярны в Москве и Петрограде, заняли промышленный центр страны. Несмотря на то, что такое положение заключило их в так называемое «Кольцо фронтов», оно имело неоспоримые преимущества. У них банально было больше мобилизационного ресурса, больше промышленных мощностей, что несколько нивелировалось поддержкой белых вооружением иностранных государств, но все же. И, что очень важно, у большевиков была развита сеть железных дорог с хорошей относительно железных дорог под контролем белых пропускной способностью. Это позволяло перебрасывать значительные военные силы с одного фронта на другой, нанося концентрированные удары. Кроме того, развитая сеть железных дорог сильно облегчала снабжение армии. Тут мы снова вспоминаем крестьян, которых все грабят. Белые армии, идущие в наступление, не могут получить достаточного снабжения по железным дорогам и вынуждены фуражироваться самостоятельно, грабя отдельные деревни. Но это не выход из ситуации, ведь если найти еду в деревне, не составит труда. Отыскать патроны и снаряды, которые в товарных количествах тратятся на войне, вряд ли получится. Большевики, в свою очередь, способны более равномерно распределить нагрузку среди подчиненных им крестьян. Вот что писали союзники белых и безусловные противники красных об их бесчинствах. Омская газета «Русь» писала, творимые на местах безобразия дают богатую почву для противоправительственной и большевистской агитации. Главный начальник Уральского края постников вписал в Совет Министров о расправах без суда, порке даже женщин, смерти арестованных якобы при побеге и отмечал, что ему неизвестно еще ни одного случая привлечения к ответственности военного виновного в перечисленном. Большевиков, кстати, любят обвинять в том, что они порой насильно склоняли к сотрудничеству офицеров, показывая это как уникальное явление. Разумеется, ничего уникального в этом нет. Так, в марте 19-го года был опубликован приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего Колчака о предании военно-полевому суду за государственную измену взятых в плен офицеров и генералов, служивших в Красной Армии, за исключением тех, которые добровольно перейдут на сторону белых. Ох уж этот добровольный переход. Сегодня популярен миф о том, что то офицерство, которое все-таки поддержало красных, делало это исключительно из страха за свои собственные семьи. Действительно, в Советской России существовал институт заложничества, который предполагал наказание не только для перебежчиков, но и для членов их семей. Но на самом деле подобные угрозы носили скорее декларативный характер и никакими реальными действиями не подкреплялись. Подробно этот миф уже был разобран историком Андреем Ганином в работе «Русский офицерский корпус в годы гражданской войны. Противостояние командных кадров». Ссылка будет в описании. Стоит сказать, что на территории контролируемой большевиками и в годы гражданской войны спокойно жили и не подвергались серьезным репрессиям мать барона Врангеля, супруга генерала Капеля, отец атамана Дутова и многие другие. Да и обеспечить РКК только теми кадрами, семьи которых находились в заложниках было физически невозможно, даже если бы товарищ Троцкий этого очень захотел. Нужно также сказать, что к концу 18 года военный аппарат большевиков был настолько перегружен, что они были не в состоянии даже вести учет семей военспецов, не говоря уже о принятии каких-либо мервых отношений. Аппарат едва справлялся с учетом самих офицеров. В то же время Троцкий постоянно жаловался на то, что никаких арестов семей перебежчиков и предателей не совершалось. Андрей Ганин, разъясняя почему арестов семей не происходило, пишет, требовалось не только установить факт измены, а не простого исчезновения или гибели в сложной боевой обстановке военспеца, что было нелегко. Кроме того, нужно было определить местонахождение его семьи, что в случае заранее подготовленной измены было практически невозможно. Завязать переписку с тылом об аресте, осуществить арест, а затем обнародовать сведения о взятии семьи в заложника и, видимо, выдали какие-то требования. В противном случае механизм не работал. Резюмируя, у победы большевиков был широкий ряд объективных причин. Мысли о том, что победа большевиков была обусловлена исключительно кровожадностью и беспринципностью последних, являются недопустимыми упрощениями. Нужно понимать, что непопулярные меры, которые мы сегодня с уверенностью назвали бы преступными, использовали обе стороны этого конфликта. После победы большевиков такие действия белых сил особенно подчеркивались, благодаря чему шла демонизация представителей белого движения. После 1985 года конъюнктура изменилась, и теперь наибольший отклик находят работы, которые повествуют о непопулярных мерах большевиков и демонизируют советскую власть. Безусловно, оба подхода являются ошибочными и несправедливыми. Победа большевиков во многом была обусловлена как раз менее видимой кровожадностью и большей логичностью принимаемых мер. В глазах крестьянской массы белый проект казался гораздо менее привлекательным из-за текотения белых к старым формам власти. В глазах рабочей, революционной массы белый проект казался откровенно враждебным и опасным. Идеологические противоречия, которые терзали белое движение, едва ли были преодолевыми, что серьезно подрывало способность оказывать сопротивление большевикам. Противоречия существовали и внутри советского государства, но они были несравнимы с теми, что были у белых. Одним из самых серьезных разногласий был конфликт Троцкого и Сталина, конфликт завязанный на разном подходе к кадровой политике. Но этот серьезный конфликт закончился тем, что Ленин заставил этих товарищей публично примириться и признать заслуги друг друга. У белых же было как минимум два полноценных государственных переворота за время гражданской войны. Можно долго говорить о некоторых субъективных факторах победы большевиков. В тех или иных тактических или стратегических решениях командования, в ходе боевых операций и т.д. Это безусловно довольно важно. Но, на мой взгляд, именно перечисленные в этом видео объективные причины победы стали решающими и сделали победу большевиков не просто возможным, но и наиболее вероятным исходом гражданской войны. Но если смотреть с позиции морали, то можно сказать лишь одно. Не дай Бог вам жить в эпоху перемен. Безусловно всем сторонам конфликта приходилось прибегать к кажущимся нам сегодня аморальным мерам. Но перед тем, как рисовать образ красноармейца, который отбирает зерно у крестьян, обрекая их на голод, помните, что многие из этих красноармейцев не закончат свою службу до 45-го года и пройдут фронты Великой Отечественной войны. А Зимний дворец и Рейхстаг брала одна и та же армия. Великой Отечественной войны